Я здесь отобрала три, которые мне в принципе... Ира, держи себя в руках. В последнее время у меня случился просто какой-то алиэкспресс головного мозга, и я достаточно много чего заказывала с китайских сайтов, хотя чего душой кривить, потому что я на самом деле довольно часто что-то покупаю на китайских сайтах и играю в эту рулетку, что, собственно, придет, что-то классное или какой-то полный фейл, и сегодня я собрала самые последние свои заказики, и хочу вам показать, чем я осталась довольна, чем я осталась вообще недовольна. И первое, чем я осталась довольна... И давайте, наверное, построим это видео так, что сначала я буду рассказывать о каких-то классных вещах, а в конце упомяну то, что мне как бы... ну, так себе. И первое, что мне очень нравится, это вот такой вот акриловый кейс. Вообще, в принципе, на всяких китайских сайтах очень много акриловых кейсов, но все зависит от стоимости доставки, потому что где-то она бесплатная, а где-то бывает доставка такая сумасшедшая, что даже там в 10 раз дороже, чем кейс. Ну, что касается вот этого конкретно кейса, то доставка была бесплатная, и он предназначен для кистей. Как видите, я здесь насыпала рис для того, чтобы поставить свои кисти, и на самом деле вот такой способ хранения кистей, это самый лучший способ, потому что кисти ваши остаются всегда чистыми, и на них не падает и не садится пыль. Это очень классная штука, и я сюда поместила все свои, наверное, самые любимые, самые такие ходовые кисти, и он вот так вот открывается таким вот образом, и можно достать любую кисточку, потом поставить. Конечно, можно купить тоже декоративные бусины, чтобы сюда засыпать, но зачем бусины, если есть рис? Следующим своим удачным заказом я считаю вот такую вот магнитную палетку, потому что она стоила совершенно недорого, но в то же время она отлично выполняет свое предназначение. Это обычная магнитная палетка для того, чтобы цеплять сюда румяна, тени, да, в принципе, все, что угодно. Я покупала вот такую вот от Just, она мне тоже очень нравится, как видите, она у меня уже, все, она у меня уже забита полностью. Здесь только одно место осталось под какую-то тенюшку, и я решила взять какой-то аналог, и мне кажется, я не ошиблась, потому что вот это, может быть, выглядит даже и посимпатичнее, чем вот это. Это такой вот чисто пластик-пластик, а здесь все-таки как-то немножко даже посимпатичнее это оформление выглядит, ну, по крайней мере, мне так кажется. Это картон, также на магните. Следующие вещи не относятся к косметике, это скорее покупка была для дома. У меня появились очень светлые кресла, и мне для этих кресел хотелось как-то оформить подушки. У меня подушки были, а наволочек не было, и я вот на Алиэкспрессе выбрала вот такие вот наволочки, одна вот такая вот, на которой написано It will travel often, и она из лена. Ну, такое впечатление, что это как бы не натуральный лен, а это как будто искусственный, может, мне так кажется, ну, как будто искусственный, но выглядит вообще вот реально, выглядит как натуральный. И я взяла еще одну, на которой написано Salivi, и они как бы между собой перекликаются, я сейчас попытаюсь вам это все показывать, то есть они между собой перекликаются, но в то же время они разные. И два кресла, и на каждом вот такой вот по подушке, мне кажется, очень классно сочетается, и как-то освежает эти кресла. Это я заказывала с Алиэкспресса, там огромное просто количество разных наволочек, но вот именно качеством этих я осталась более чем довольна. Кстати, если вы что-либо заказываете на китайских сайтах, я понимаю, что там и так цены достаточно низкие, но никто не отменял дополнительную экономию. Я вам советую, если вы что-либо покупаете, не только на китайских сайтах, а вообще, в принципе, покупаете в интернет-магазине, то я вам советую каждый раз пользоваться каким-то кэшбэк-сервисом, потому что это реальный способ сэкономить еще хотя бы немножко. И сегодня я вам хочу конкретно рассказать о кэшбэке gego.ru. Gego – это кэшбэк-сервис с высокими ставками до 30% и быстрым выводом денег. Здесь вы найдете не только китайские интернет-магазины, но и многие другие, включая магазины косметики, электроники, одежды и даже доставки еды. В отличие от многих других сервисов, вывод кэшбэка возможен сразу же после подтверждения покупки магазином. При этом выводить деньги можно практически во все платежные системы, в том числе Visa и MasterCard. Но и это еще не все. На первую покупку Gego дарит вам премиум аккаунт и плюс 30% к ставке кэшбэк. Особенно актуально для тех, кто планирует какие-то дорогие покупки. Ссылка на сервис будет в описании. Заходите, регистрируйтесь и начинайте экономить. Дальше идут уже такие продукты, которые скорее попадают в категорию фиг его знает, надо это вам или нет. Поэтому сами решите, стоит оно того или нет. Потому что кому-то это может очень сильно понравиться, а кто-то подумает, что это какая-то полная фигня. Первое, что хочу вам показать, у меня здесь огромное количество помад. Вообще на сайте это называлось как жидкие металлические помады. Но жидкие металлические помады как таковые не зашли. Как-то не получилось раскрутить этот тренд. И сейчас пошло новое веяние под знаменем липтоперы. Вот это конкретно я бы, наверное, к липтоперам и отнесла. Вообще, что это такое, если вы не знаете, то липтопер это то, что наносится поверх какой-то помады или поверх карандаша для губ для создания какого-то эффекта. Зачастую они либо очень глиттерные, очень шиммерные, очень блестящие, очень светоотражающие, либо они металлические, либо они все сразу. Ну то есть это что-то, что на ваших губах какой-то дополнительный эффект создает. И я здесь для вас отобрала три, которые мне нравятся, которые я могу вполне посоветовать. И четыре, которые как бы странные как минимум. Давайте начнем со странных. Что касается конкретно этих странных оттенков, то у меня такое впечатление, что просто перепутали название на упаковке. И это на самом деле должно было просто быть жидкими тенями, потому что в тенях эти оттенки выглядели бы просто сногсшибательно. Здесь умопомрачительные просто оттенки. Там золото, розовое золото, бронза. Ну просто шикарнейшие оттенки. Но в то же время, если это наносить на губы, то это как-то немножко странновато получается. И я не очень проникла с этим. Хотя вот этот розовый, в принципе, на какой-то холодной красной матовой помаде может создавать опять-таки интересный эффект, но не для повседневной жизни. То есть это действительно какой-то спецэффект уже. Что касается тех, которые мне понравились, это вот эти три оттенка. Они более спокойные, более подходящие для губ. Первый, который не первый, а восьмой на самом деле, он вообще нам больше всего напоминает именно жидкую помаду. Вот неплохой нюдовый оттенок и с небольшим вкраплением блесток. В принципе, неплохо смотрится. И что касается вот этих двух, то это чисто топеры. Опять-таки, вот такой вот темно-переспелый вишний оттенок очень красиво может дополнять какой-то образ. Если вам такие образы нравятся, если вы бы хотели поэкспериментировать в таком плане. Ну и есть еще один такой вот металлический, но это скорее металлический нюд. И тоже он довольно-таки неплохо смотрится поверх определенных помад. Короче говоря, если это ваша тема, то можно попробовать, если нет, обходите стороной 100%. В той же категории, которая непонятно вообще, надо или не надо, вот такой вот девайс. Девайс сам по себе мне показался очень интересным. Этот девайс относится к категории антиэйдж, и он разработан для зоны под глазами. У него есть два режима. Один из режимов помогает вашим кремам и сывороткам проникать глубже в кожу. И второй режим – это борьба с морщинами и отеками. Первый режим выглядит вот так. Вот сейчас вот как будто ничего не происходит, но если вы дотрагиваетесь рукой до вот этого вот серебристого кольца, замыкается там какая-то реакция, что-то с ионами там своими собственными. Ну, короче говоря, я не знаю точно, как эта технология работает, но при этом, если вы касаетесь, он включается. Видите, он начинает вибрировать и загорается синий свет. В то же время, когда вы не трогаете вот это вот серебристое кольцо, которое здесь по окружности, и прикасаетесь, ничего не происходит. То есть должна быть какое-то там замыкание с ионами вашего тела. Короче, там какое-то очень сложное объяснение. И второй режим включается, вот просто нажав на кнопку, загорается вот такая лампочка, и у меня есть подозрение, что это просто лампочка, потому что вообще это вроде как инфракрасный свет должен быть, и девайс этот начинает нагреваться. То есть если вы прикладываете к зоне под глазами, вы чувствуете реально такое хорошее тепло. Ну, скажем так, девайс я пока не смогла проверить, работает это или нет, потому что я им попользовалась какое-то время, и я вообще человек очень нетерпеливый, то есть я понимаю, что такие вещи нужно пробовать чуть ли не годами, чтобы понять, работают они или нет. Но пока я им попользовалась где-то месяц, и мне как-то лень им пользоваться скорее. То есть я не увидела настолько большую разницу, чтобы прям вот действительно у меня рука к нему тянулась, и я понимала, что да, вот если я этим буду пользоваться, это действительно будет лучше. Хотя, может быть, я ошибаюсь. В любом случае, буду пользоваться дальше, что, кстати, очень классно. Он заряжается от microUSB, по-моему, этот порт называется. Ну, короче говоря, здесь встроенный аккумулятор, и вот я месяц им пользовалась, он до сих пор еще держится. Теперь, что касается того, что мне вообще не понравилось, это с того же сайта, что и вот эти вот липтоперы, я заказала вот такой вот набор помад. Вообще, это под Хэллоуин сделано здесь, и тема такая, знаете, типа, хочу быть ведьмой, скажем так. Но я их заказала, потому что я подумала, ну, мало ли, может быть, мне где-то пригодится вообще вот такие вот оттенки, довольно интересно выглядит. Ну, на самом деле, матовые помады, скажу я вам, уже, в принципе, не так дорого стоят. То есть даже в бюджетных марках можно найти очень даже неплохие матовые помады. Поэтому гнаться за китайскими помадами, ну, наверное, как минимум не стоит. И все бы было хорошо, если бы это были действительно вот такие вот насыщенные оттенки. Но они жутко стойкие, это раз, то есть они жутко стойкие. Их можно смыть либо двухфазным средством для снятия макияжа, либо наждачкой. По-другому, как бы, вы вряд ли снимете с лица, но при этом они жутко пляшивые. Вот это просто две вещи, которые, ну, вообще никак между собой не сочетаются. И ладно бы они были вот такие насыщенные, и при этом стойкие, цены бы мне было. Но они пляшивые, и их просто невозможно наслоить, то есть начинается их наслаивать, где-то просвечиваются губы, а где-то, наоборот, комок получается, и вот это потом смыть просто нереально. Ну что ж, на этом я пока, наверное, закончу. В ближайшее время я еще планирую сделать видео с одеждой из китайских сайтов. Кстати, вот это тоже на мне сейчас новинка. Первый раз сегодня надела этот, как его даже назвать, свитшот или пулловер. Я даже не знаю, как его точно назвать. Но он такой мигусенький, он такой классный. Ну, это пока вам просто тизер. В общем-то, пришел мне очень классный заказ. Обязательно с вами поделюсь и ссылками, и наводками всеми. Но это так, затравочка на будущее. Поэтому, если вы заинтересовались, ставьте лайк, пишите комментарии. И я тогда постараюсь подвинуть повыше где-то это видео, чтобы оно вышло поскорее. А на этом у меня все. Но если вы на моем канале оказались впервые, не забудьте подписаться вот здесь. Вот здесь нажмете, возможно, будет подписаться. И также YouTube для вас подготовил несколько других моих видео. Если вы их не видели, обязательно посмотрите. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. А я, наверное, уже пойду. До новых встреч. До новых встреч. Что-то помада пришибет как-то.